Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар «Правильный понедельник» в 15.00 по московскому времени, в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в нашем опросе, который мы запустим после текущего эфира. Соответственно, будет предложена несколько тематик на выбор. Та, которая вам приглянется, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно поучаствуйте в опросе и, конечно же, буду с большим удовольствием вас наблюдать сегодня онлайн на вебинаре, где у вас будет возможность не только вместе со мной разобрать основную тему, которая представляет для вас наибольший интерес, ну и при необходимости вы сможете задать вопросы, на которые я с большим удовольствием отвечу. В целом, какие события нас ожидают в рамках этой недели? Мы будем фокусироваться на статистике по инфляции сразу разных регионов. Завтра выйдут данные по инфляции в Канаде, также данные по уроничным продажам в США. В среду ждем статистику по инфляции в Англии и Еврозоне. В четверг данные по рынку труда Англии и решение Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке. И, возможно, да, торговая сессия четверга будет центральной, основной в ходе предстоящей недели. И мы сфокусируемся в ближайшей торговой сессии больше на перспективах европейской валюты. В пятницу также выйдет отчет по уроничным продажам Канады. На закрытии этой недели будет еще одна возможность оценить перспективу канадского доллара. Напомню, что канадский доллар находится в нашем портфеле. Мы его анализируем против американского оппонента, то есть в паре доллар-канадец. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 103.88. Прошлая неделя это выступление Паула в Конгрессе и выход данных по инфляции в США. Они заставили в целом этот новостной фон, заставил практически всех участников рынка и начать взглянуть на перспективу доллара. Из-за того, что мы получили подтверждение сохранения дезинфляционного тренда в американской экономике, подтверждение того, что инфляция продолжает активно снижаться, постепенно приближается к целевому ориентиру, а значит нет уже необходимости в том, чтобы проводить жесткую монетарную политику и удерживать ставку высокой на прежнем уровне 5,5 процентов. До того, как вышли данные по инфляции, мы следили за выступлением Паула в Конгрессе. Ничего нового он не сказал, лишь подтвердил, что все зависит от тех релизов, которые будут публиковаться. Все зависит от макроэкономической статистики, от того, в каком состоянии находится сектор услуг, промышленности, рынка труда. И до выхода данных по инфляции у нас до этого был слабый отчет по рынку труда, слабый отчет по промышленному сектору, по сфере услуг. И также мы накопали большое количество компонентов, которые свидетельствовали о том, что инфляционное давление, скорее всего, продолжит замедляться. Это компоненты в виде снижения темпов роста заработных плат, индекса расходов на личное потребление. Я обо всем этом рассказывал на прошлой неделе, когда мы готовились, собственно, к выходу отчета по инфляции. И по факту, друзья, когда был опубликован релиз по индексу потребительских цен, фактическая цифра снижения в прошлом месяце инфляции с 3,3% до 3%, базовая инфляция скорректировалась с 3,4% до 3,3%. То есть у нас три месяца подряд устойчивого снижения инфляции. Это тенденция, тренд, и это нужно признать. Соответственно, американский доллар оправдан оказался под давлением, потому что, очевидно, при наличии такого устойчивого дезинфляционного тренда американский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки на заседании в сентябре. И всем известный инструмент FedWatch Tool, который как раз и оценивает перспективы изменения процентной ставки, сейчас подсвечивает то, что вероятность снижения ставки в сентябре составляет 93%. Это настолько много, что, пожалуй, можно воспринимать это уже как фактическое решение, которое создаст еще большую базу для того, чтобы позиционно, долгосрочно доллар оставался под давлением. Политическая тема. Самое главное событие минувших выходных – это покушение на Трампа. Если мы вспомним, то приход к власти Трампа заранее ассоциировался с развязыванием торговой войны с Китаем, что может снова раскачать инфляцию и заставить Федрезерв проводить жесткую монетарную политику, что должно позитивно отразиться на динамике доллара. И даже несмотря на то, что после этого инцидента, выходные, политические очки Трампа просто достигли каких-то недвиденных высот и шансы на то, что он одержит победу, значительно возросли, мы с открытия сегодняшнего дня не увидели укрепления американского доллара. Возможно, цепляться за политическую тему, оценивая текущие перспективы индекса доллара, еще рановато. Поэтому я предлагаю все-таки зайти в оценку будущей динамике доллара через перспективы изменения американской монетарной политики, поскольку шансы того, что ФРС снизит процентную ставку, выросли. Давайте посмотрим по медвежьи на доллар и уже будем ориентироваться на потенциальное снижение индекса доллара в район 103 пунктов. Золото 1411 долларов за тройскую унцию. Сантимент пока что за то, что золото сохраняло восходящую динамику. 35% трейдеров меньшества находится в покупках. Много факторов за то, что действительно золото росло. Это ситуация с долларом, снижение американской валюты, снижение доходности американских трежерис. Десятилетки сейчас торгуются на уровне 4,22%. Это апрельские минимумы. Эти активы имеют обратную корреляцию с золотом, поэтому будут попутным ветром для рынка драгоценных металлов. Я ожидаю по золоту, друзья, движения активов в район 2350 долларов за тройскую унцию. Австралийц против доллара 0,6780. Очень неплохая сделка у нас вышла по покупке этого актива на контрасте действий Федрезерва и Резервного банка Австралии. Также мы правильно подметили условия инфляционного роста в Австралии, что изначально поддержала позицию австралийского доллара. В этот четверг будут данные по рынку труда Австралии. Я думаю, что эта статистика сможет дополнительно поддержать позицию австралийского доллара, особенно если мы сможем увидеть в компонентах по зарплатам подтверждение того, что они растут. И это будет усиливать эти инфляционные риски и могут оправдать прогнозы аналитиков в сети и Банков Америка, что инфляция в Австралии легко может достичь 4,5% уже до конца этого года. Поэтому потенциал роста австралийца остается довольно-таки солидным и ждем движения пары выше отметки 0,68. Рынок нефти 85,15 по Brent. Факторы за то, чтобы Brent и WTI рынок нефти сохранил добычу динамику. Это снижение запасов нефти США. Скорее всего, эта тенденция продолжится в рамках всего летнего сезона. Геополитический фактор и все то, что было сказано про доллар, снижение позиций американской валюты, делает серевые инструменты более привлекательными для инвесторов, которые работают с альтернативными доллару активами, валютами. Цены на Brent могут легко достичь отметки прежних максимумов 87,88, хотя я допустил бы, что в текущей тенденции, в текущем тренде и цикле роста мы можем увидеть и 90 долларов за баррель. Австралийца против швейцарского франка 0,6070 текущей котировки. Напомню, что здесь тоже идея основана на контрасте монетарных политик и пока очевиден, на мой взгляд, бычий тренд и рост выше уровня 0,61. Что касается еще одной валютной пары, за которой мы давно следим, это пара доллар-японская иена, котировки чуть ниже 158 иен за доллар. Мы наконец-таки дождались солидной мощной коррекции, пара отступила от отметки 162, по сути провалилась на 400 пунктов. Это немаленькое движение и, конечно же, хотелось бы его связать с действиями монетарных властей. Я думаю, что все-таки в каком-то объеме банк Японии присутствовал на рынке, проводя валютные интервенции. Но фишка в том, что Банк Японии никогда не признается в том, что он оказывал какое-то влияние на валютный курс и пытался стабилизировать движение японской иены против американского конкурента. Среди комментариев, которые мы имели возможность получить и проанализировать после вот этих мощных движений конца прошлой недели, не было подтверждения того, что интервенции действительно были. Но единственное, что власть Банк Японии отметил, что это волатильность носила нервничный характер. Но, может быть, это и есть доказательство того, что Банк Японии не остался в стороне. У нас будет возможность, друзья, даже без комментариев Банка Японии понять, все-таки вмешивался ли он в ситуацию на валютном рынке. Мы просто проанализируем изменение баланса Центрального банка. Это произойдет уже совсем скоро. И, соответственно, я подсвечу вам относительно возможных валютных интервенций. Как бы то ни было, пара снижается, и наша цель остается прежней – 155 йен за один американский доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!